Здравствуйте, дорогие зрители! И сегодня мы поиграем за Пакистан в замечательной игре Heards of Iron 4 в моде The Cold War Iron Curtain на момент 1973 года. Пакистан представляет из себя небогатую страну, в которой особую роль играют военные, и практически ни один из законно избранных лидеров Пакистана не продержался в своем пятилетнем сроке. Также существуют напряженные отношения с Индией, которая удерживает половину территории Кашмира из-за этого региона. Началась война в 1947 году. Местный правитель Хари Сингх отказался присоединяться к Пакистану, но население этого региона, из которых большинство мусульмане, противились данному решению и подняли. Восстание Хари Сингх присоединил регион к Индии, и индусы ввели войска. Пакистанская армия вошла в Кашмир с целью помочь местному мусульманскому населению. В результате этой войны Кашмир был разделен. В 1965 году пакистанские спецслужбы начали засылку в индийский Кашмир подготовленных диверсантов, которые должны были поднять там восстание, индийская армия узнав. Эта вторглась туда, напряженность сильно повысилась, и началась полномасштабная война, по итогам которой ни одна из сторон и получила каких-то территорий. В то же время в Восточном Пакистане стали популярные сепаратистские движения, которых поддерживала Индия, в ответ на такие недружественные действия. Военно-воздушные силы Пакистана подвергли внезапной бомбардировке ряд индийских авиабаз. Вооруженные силы Пакистана, находящиеся в Бангладеше, не смогли противостоять индийскому вторжению в Восточный Пакистан, так как не имели авиационной поддержки, и 17 декабря 1971 года война прекратилась поражением Пакистана и обретением независимости Бангладеша почти сразу после завершения боевых действий президент Пакистана. Яхьяхан ушел в отставку и его сменил Зульфикар Бутто. Новое правительство Бутто понимало, что необходимы реформы во всех сферах. В первую очередь были проведены конституционные реформы, которые увеличили полномочия премьера министра и парламента. Были проведены экономические реформы, в том числе и земельная реформа были национализированы, важные для населения предприятия. Также правительство национализировало все банки и объявило полномасштабную войну с коррупцией. Были проведены также индустриальные реформы, в ходе которых правительство национализировало предприятия тяжелой промышленности, а также создало сталилитейные заводы. Было начато решение проблем национальной безопасности, были созданы прямые федеральные силы безопасности, которая работала против забастовщиков и начала вербовать военных офицеров. Таким образом, армия перестала иметь сильное влияние в жизни страны. Во внешней политике мы продолжали укреплять связи с мусульманским миром. В это время началась война между Израилем и арабскими странами. Мы оказали помощь арабским единоверцам в борьбе с Израилем. Были запущены торговые миссии Пакистана со странами Персидского залива. Наше правительство провело конференцию организации стран исламского сотрудничества. Эти шаги, безусловно, повысили авторитет и улучшили отношения с мусульманскими странами. Руководитель Пакистана Зульфи Карали Бутто выступил с критикой Индии, предоставив доказательства нарушения прав человека и откровенной исламофобской политики индийского правительства мы не намерены забыть и оставить Кашмир. Мы просто временно уделяем больше внимания внутренним проблемам для успешной победы над индийской оккупацией. В результате социально-экономических реформ наше правительство получило доверие многих граждан и на выборах в 1977 году Пакистанская Народная партия одерживает победу и наше правительство провело секуляризацию государства. Многим религиозным консерваторам не нравились наши реформы и они организовали митинги, которые мы подавляли. Наше правительство приняло законопроект о защите прав меньшинств и теперь никто не угнетался по религиозному или национальному признаку. Во внешней политике Бхутто улучшил отношения с американскими партнерами, а также были закуплены оружие из Китая. Напряженность с Индией сохранилась. Наше правительство не отошло от военных вариантов. Освобождение Кашмира, были увеличены патрули в нашей части и активизированы резервы, была проведена встреча Генштаба, в ходе которой правительство и руководство армии сошлось во мнении, что необходимо военное решение конфликта и был обдуман план военного возвращения Кашмира. Эти события создали напряженную ситуацию в регионе. В то же время мы продолжили улучшение армии Пакистана, были закуплены китайские Т-59 и улучшена артиллерия, также была создана Университет Министерства обороны и улучшены силы специального назначения. Естественно, мы также развивали и пакистанский флот, были куплены китайские эсминцы и новые французские подлодки, была основана Пакистанская военно-морская академия и, конечно же, были улучшены воздушные силы. У Франции мы купили «Миражи» и была создана школа боевых командиров, однако произошло событие, которое очень сильно повлияло на регион вторжения советских войск в Афганистан и начало гражданской войны. Соединенные Штаты Америки поддержали афганских антикоммунистических сил и через нашу территорию предоставляли им оружие, мы также не остались в стороне и оказали вооруженную помощь афганским моджахедам. После начала войны в Афганистане Пакистан стал крупнейшим союзником США вне НАТО и американцы щедро и дешево продавали нам свое вооружение. Так, например, были закуплены 40 самолетов F-16 и 80 ракет «Стингер». Многих афганских моджахедов мы обучали в своих тренировочных лагерях. Мы договорились с лидерами афганских моджахедов о том, что часть их афганцев, которых мы учили в своих лагерях, мы отправим в Кашмир. За эти мы предоставили афганским моджахедам 15 RPG Type 69, 12 «Стингеров» FIM 92, 50 МинТС 50 и 100 автоматов М1. Уменьшение влияния Советского Союза в Афганистане для правительства Соединенных Штатов Америки оказалось важнее интересов Индии, которая на тот момент была просоветской страной. Американское правительство было проинформировано о наших целях по Кашмиру и отправке тренируемых нами моджахедов в этот регион. Оно не только не возражало, но и поддержало наши действия, оказав нам военную поддержку. И 27 января 1983 года опять же пытались подорвать военную мощь Индии в Кашмире, устраивая нападения на индийские базы, и тем самым они создавали трудности армии Индии в Кашмире, а также узнавали важную информацию о индийской армии. После того, как мы узнали важную для нас информацию, мы хорошо подготовили свои силы и пошли на наступление. Однако наше наступление было начато не только в Кашмире, но и на других участках границы с Индией. Советский Союз из-за проблемной войны в Афганистане не смог отвлекаться на этот конфликт и помогать Индии столько, сколько им нужно. В то же время наши американские партнеры усилили свою военную поддержку Пакистану и ввели эмбарго против Индии. Наши вооруженные силы смогли пересечь границу и начать наступление на всех направлениях, однако не везде удачно. Но самое главное, направление Кашмирское для было успешное после занятия большинства территорий этого многострадального региона был предложен мир, по которому весь регион переходит под наш контроль и пакистанские вооруженные силы отходят с территорий, занятых на границе с Индией. Так армия Пакистана после долгих тренировок и подготовки, а также благодаря грамотной дипломатии Зульфикара Алибхуту, смогла завершить этот конфликт военным образом путем возвращения Кашмира. Так правительство Пакистанской народной партии под руководством Зульфикара Алибхуту смогло полностью изменить не только государство, но и общество. Они смогли секуляризировать государство, устранить неравенство и угнетение, провести военные преобразования, стабилизировать политическую ситуацию в стране, улучшить социально-экономическое положение народа и, самое главное, восстановить территориальную целостность. В историю он точно войдет как реформатор-прогрессивист, который смог кардинально поменять страну. Конечно, не все рады этим реформам, но большинство простых людей поддерживали реформы, так как в результате этих преобразований они впервые почувствовали себя защищенными государством. Редактор субтитров А.Семкин